В рамках объезда территории по программе «Доступная среда» проходит объезд адресов, которые проблемные. Первый из адресов, который оказался в списке недоделок, автобусная остановка на улице Первомайской. На конкретных объектах вместе с представителем сообщества инвалидов Светланой Юрьевной и советником главы Щелковского муниципального района по делам инвалидов с представителями соцзащиты МОЗ «Автодора» мы объезжаем объекты, конкретно указываем на те недостатки и, безусловно, будем контролировать их реализацию в этом году. Здесь, на Первомайской, члены комиссии сами убедились в том, что при пересечении проезжей части однозначно возникают сложности. И тем более для людей с ограничениями по здоровью, для инвалидов-колясочников. Здесь нет разметки пешеходного перехода, хотя соответствующий знак висит и почему-то только с одной стороны дороги. А вдоль имеющегося пандуса не установлены перила, как этого требуют правила оборудования мостовых в соответствии с требованиями губернаторской программы «Доступная среда». Те остановочные фронты, которые делались в прошлом году, на котором мы, на одном из них, находимся, они никакой критики относительно реализации этой программы не выдерживают. Мы получили формальный ответ, да, значит, формальный ответ, с которым мы категорично делимся от нас. Вот. И мы будем добиваться того, чтобы все, что было сделано, оно должно соответствовать ГОСТам, стандартам, да, программы «Доступная среда». К сожалению, подрядчики, строительные бригады, которые ведут дорожные работы, даже не дорожные, а по благоустройству, не всегда соблюдают СНИПы и ГОСТы, которые гласят, что пантусы должны быть с понижением, не более наклон 1,12, еще лучше 1,20. Когда делается круче, то это уже необходимость дополнительной помощи, а это, значит, недоступно. А когда сделан пологий пантус, понижение бордюра, это удобно для всех. Комиссия побывала в том числе на Заводской улице. Здесь также были сделаны замечания, связанные с тем, что из-за целого ряда недоделок людям с ограничениями здоровья передвигаться непросто. Всего же в списке представленном администрации, по которому проводился объезд и куда был приглашен представитель МОЗ «Автодора», сейчас обозначены 10 наиболее проблемных адресов. Ну, что могу сказать. Да, занижения по доступной среде не выполнены, поручни нет, нарушения есть. В рамках гарантийных обязательств все будем исправлять. По итогам выезда и состоявшегося разговора представитель МОЗ «Автодора» сообщил, что выявленные нарушения губернаторской программы «Доступная среда» будут остранены до конца лета. Андрей Циханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».